Салам алейкум, Дагестан! Доброго вечера всем, кто смотрит нас в сетке вещаний РГВК и доброго времени суток тем, кто видит нас в повторе или же в интернет-версии. С вами передача «Глобальная сеть» и сегодня для вас все проведу я, Динбагант Магомедов. В эфире 9 выпуск. А прежде чем начнем обзор новостей, волновавших пользователей социальных сетей на этой неделе, мне хотелось бы поблагодарить за информационную поддержку телеканал РГВК, а также еженедельник «Свободная республика». «Свободная республика» — газета для думающих людей. Каспийский монстр Унь стал самой посещаемой достопримечательностью Дагестана. Каспийск продал свой единственный экраноплан Дербенту и сделал этот город популярным не только в России, но и во всем мире. Внимание на экран. Совсегдатой виртуальных дебрей Шамиль Амаров написал следующее. «Лунь — одна из главных достопримечательностей сегодняшнего Дербента. Старый город, крепость, мечеть — все это есть и в других местах. А вот таким чудом советской военной техники может похвастаться далеко не каждый. Поэтому туристы и едут не в город, а на пляж, чтобы своими глазами увидеть эту махину и сфотографироваться на ее фоне. Этот самолет внутри совершенно пустой. Военные перед тем, как передать его Дербенту, вытащили из него все, что могли. А так, довольно-таки красивая картинка. Фотографироваться перед ним — одно удовольствие». Пользовательница социальных сетей Карина Самедова поделилась своим мнением. «Лунь» — это военный летающий крейсер-ракетоносец. По крайней мере, он им когда-то был. Обычные корабли плавают по воде, а этот за счет небольшого крыла парил над водой, что обеспечивало ему скорость в 10 раз выше, чем у обычных крейсеров. Задумка славная, но на практике оказалась не такая уж и крутая. Это чудо разрабатывали в 80-е годы. Сделали один опытный экземпляр, хотя хотели аж 10. Начали его испытание, а потом случились 90-е. Развал Союза и вообще развал всего. Естественно, проект свернули, и лунь медленно стала гнить в доках Каспийска». Написал пользователь Бадри Исаев. В начале 2000-х его окончательно списали, а еще через 10 лет решили, что смысла в таком летающем корабле уже нет, ибо ракеты все равно летают быстрее. Проект окончательно закрыли, и корабль уже хотели распилить на металлолом, но некая группа активистов обратилась с просьбой сохранить это чудо военной техники для потомков. Так и сделали. Лунь остался жив, и буквально год назад его притащили из Каспийска в Дербент, где он должен стать одним из самых главных экспонатов строящегося парка Патриот. Из того момента, как его выбросило на пляж близ Дербента, он сразу же стал самой популярной достопримечательностью, на которую все непременно идут посмотреть и пофоткаться. Написала свое мнение Амина Гаджиева. Изначально хотели сконструировать 8 таких чудоаппаратов, но после распада СССР проект приостановили, и Лунь оказался единственным полностью доработанным судном, которое так и не приняло участие ни в одной военной операции. Много лет экраноплан был законсервирован в сухом доке на территории военного режимного объекта Дагдизель. Удивительно, но и сейчас Лунь выглядит достойно. Испортилось только лакокрасочное покрытие, а сама конструкция и внутри все как раньше, даже пахнет маслом. Делится мнением Ислам Гаджиев. Лунь в первый раз спустили на воду только через 6 лет. И экраноплан прошел всеопытные испытания и к 1990 году стал частью Каспийской флотилии. Лунь мог взлетать и совершать посадку при пятибальном шторме с высотой волн 2,5 метра. В отличие от кораблей, он не распознавался радарами и перелетал через минные поля над водой. Но уже к 2001 году он не числился в составе ВМФ России. А еще через 10 лет в Минобороны признали, что до 2020 года финансирование разработок и строительство кораблей-самолетов не предусмотрено вовсе. Пишет пользовательница Джамиля Алиева. Экраноплан – уникальное воздушное судно. Второго такого в мире нет. И это не макет или восстановленный образец. Перед вами настоящий ракетный корабль-экраноплан проекта 903 Лунь. Издалека аппарат может показаться просто самолетом странной конструкции. Но подойдите к судну максимально близко и вы удивитесь его масштабом. Когда мы ехали его посмотреть, мы вообще не ожидали, что он окажется таких огромных размеров. По мнению Гаджи Ахмеда Мусаева, ситуация выглядит таким образом. Основная функция изобретения – уничтожение вражеских кораблей. Летал ракетоносец не совсем обычным образом. Во время полета экраноплан Лунь поднимался на пару метров и летел над кромкой воды, чуть соприкасаясь с ней. Несмотря на внушительные габариты, он мог развивать скорость до 500 км в час, что в пять раз превышало максимальную скорость всех известных в те годы кораблей. Такое преимущество просто не оставляло шансов противнику. Но впечатляющую боевую мощь Луня удалось проверить лишь в ходовых испытаниях. В реальных сражениях ракетоносец никогда не участвовал. Заседатель социальных сетей Гаджи Магомедов Махмуд написал следующее. В начале 2000-х ракетный экраноплан передали на хранение в сухой док на завод. Вспомнили об изобретении, когда в России начали возводить парки Патриот. Для того, чтобы переместить Лунь из Каспийска в Дербент, пришлось затратить массу усилий. Транспортировки задействовали Каспийский флот. Несколько кораблей медленно буксировали экраноплан. Другие силы контролировали безопасность операции. Корабли-буксиры доставили будущий экспонат максимально близко до берега. Затем из воды на пляже экраноплан вытягивали с помощью воздушных подушек и тросов, привязанных к тракторам. Это была очень сложная и долгая работа. За один день удавалось притянуть Лунь к суше всего на несколько сантиметров. Пользователь под ником Эдрис Гаджиев поделился своим мнением. Экраноплан Лунь в Дербенте часто называют Каспийским монстром. Считается, что это прозвище придумали сотрудники иностранных служб, которые в 60-х годах следили за акваторией Каспийского моря с помощью спутников. В то время на Каспии испытывали предшественника Луня экраноплан проекта 902. У судна не было названия, но на борту были написаны буквы КМ, что означало корабль-макет. Иностранцы, увидев на снимках непонятный объект, не смогли определить, что перед ними – корабль или самолет, а заметив буквы, расшифровали их по-своему. Позднее корабль-макет затонул при испытаниях и до сих пор лежит на дне Каспийского моря. Но он стал прототипом экраноплана Лунь и подарил ему прозвище Каспийский монстр. Пять краснокнижных птиц изъяли у коммерсантов, которые использовали животных в коммерческих целях. Три орла-могильника, один черный крушин и один конек поехали жить на временную передержку в госдоповедник дагестанский. А в отношении виновных составлено пять протоколов об административных правонарушениях. Пользователь Гусейн Сулейманов написал следующее. Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Дагестана в ходе рейдов по туристическим объектам изъяли пять хищных птиц, которые незаконно использовались в коммерческих целях. Краснокнижные птицы, три орла-могильника, один черный коршун и один конек переданы для временной передержки в заповедник дагестанский, участок Бархана-Сарыкум. Составлено пять протоколов об административных правонарушениях по статье 8.35 и статье 7.11 КОАП-РФ. Они переданы в природоохранную прокуратуру для принятия мер реагирования. Пишет активная участница социальных сетей Альбина Гасанов. Я понимаю, когда людям есть нечего, но сейчас же не голодные времена. Неужели другого заработка найти не получается этим людям? Мне лично даже смотреть на этих птиц больно. Орлы – птицы вольные. Для них быть в таком качестве – это страшное мучение. Почему люди не думают о том, что их заработок причиняет страдания, при том, что эти птицы являются частью и без того небогатого животного мира нашей республики? Своё мнение написал Иедрис Абдулаев. Я вот читаю, что в отношении нарушителей были составлены административные протоколы, материалы переданы в Махачкалинскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия соответствующих мер. По информации Пресс-службы Минприроды Республики были обследованы практически все туристические места. Нарушения зафиксировали в окрестностях Чижикейского водохранилища и возле Сулакского каньона. Но я не вижу, чтобы лидер общественного мнения и хоть как-то осудил. Как будто это нормально. Пользователь Лейла Амирбекова по этому поводу написала следующее. В настоящее время материалы переданы в Махачкалинскую межрайонную природоохранную прокуратуру для дальнейшего принятия мер реагирования. Необходимо отметить, что Минприроды РД на постоянной основе осуществляет мониторинг социальных сетей и туристических объектов, локации на факты выявления правонарушений природоохранного законодательства. Эту же тему продолжил пользователь Муслим Абдулаев. К настоящему времени несколькими поколениями орнитологов накоплен большой объем знаний о распространении численности биологии хищных птиц Кавказа. Эти знания используются для их охраны, а также в культурных и рекреационных целях. Но ряд видов хищных птиц, несмотря на принимаемые природоохранные меры, стали очень редкими и продолжают сокращать свои ареалы и требуют в себе повышенного внимания. Ну а то, что кто-то отлавливает их и делает этих птиц источником наживы, должно уголовно преследоваться. Не осталось в стороне от обсуждения из Аира Хизриева. Печальная складывается картина о жажде наживы наших людей на фоне туристического бума. Орел – птица гордая, свободолюбивая, ключевое слово – вольная, летает где хочет. Виданное ли дело ловить орла, еще и птенцов, подрезать им маховые крылья, сажать на веревку и демонстрировать на потеху людскую в целях обогащения. Даже звучит ужасно, а лицезреть это и того хуже. Их незаконные владельцы издеваются над орлами на туристической стоянке, достались с багажника двух орлов на веревке. И таких случаев очень много. Написал пользователь Рамазан Абдурахманов. Фотографии с горными птицами пользуются спросом у отдыхающих. Уважаемый Хабиб, от многочисленных возмущенных, неравнодушных жителей республики обращаемся к вам с просьбой защитить гордую птицу. Символ республики Дагестан и символ вашей малой родины. По мнению юзера Булача Мусаева, ситуация выглядит следующим образом. Дагестанцев действительно называют орлами. Изображение птицы украшает герб республики. Кроме того, у Хабиба, можно сказать, личная история, связанная с крылатым хищником. Начиная выступление на профессиональной арене, он хотел взять себе прозвище «Дагестанский орел». Однако в спортивной организации UFC посчитали его слишком длинным. И Нурмагомедов стал просто орлом. Отчасти из-за этого послание возмущенных жителей Дагестана обращено именно к нему. Хотя главную роль играет, конечно же, всемирная известность борца. Есть надежда, что он сможет помочь. Но пока Хабиб на обращение земляков еще не ответил. Пользователь Махач Абдулаев подвел итоги этого обсуждения. «Мне вообще не нравится этот бизнес с орлами, как и с другими животными. Но если вы уж зарабатываете на этом, сделайте, пожалуйста, для этих птиц соответствующие условия жизни. Вы ведь люди, неужели вам самим не жалко издеваться над другими живыми существами? А что касается Хабиба, то я думаю, что сейчас ему совсем не до нас. Он пытается начать новый этап своей жизни. Хотя заступничество за орлов с его стороны выглядело бы очень благородно». Житель Махачкалы диагностировал у себя порчу и убил из-за этого соседа. Понятно, что такую новость пользователи социальных сетей пропустить не могли. Внимание на экран. Пишут завсегдаты виртуальных дебрей Мансур Тагеров. Махачкалинец Гаджимурат Гаджимурадов настороженно относился к своему соседу, 65-летнему Тинамагомеду Амарову, из-за его религиозности. Будущая жертва оказалась под подозрением, когда Гаджимурада настигла непонятная болезнь. Дело дошло до того, что убийца стал подозревать своего соседа в наведении порчи, что переросло в агрессивные отношения. Последняя встреча мужчины завершилась нанесением нескольких ударов ножом. Тинамагомедов умер, а Гаджимагомедова задержали. Бариат Алигаджиева по этому поводу написала следующее. И надо сказать, что это не единственный случай, когда по таким вот причинам убивают человека в Дагестане. Подобная история была в декабре 2021 года, когда был задержан человек, сознавшийся в убийстве гадалки. По данным полиции, то убийство совершил некий галиб, один из клиентов этой гадалки. Его задержали, когда он вернулся на место преступления, приехав туда с факелом, чтобы сжечь дом. Его якобы вовремя заметила дочь убитой, вызвавшая правоохранителей. Не остался в стороне от дискуссии Муртуз Магомедов. Я тоже помню тот случай, когда этого мужчину задержали. Оказалось, что он очень похож на человека, засветившегося на камерах в день убийства. Говорится в сообщении. 37-летний мужчина, по данным МВД, страдал от проблем полового характера. Врачи помочь ему не смогли. Подозреваемый обратился из-за этого к гадалке, попросив снять порчу. Она взяла с него деньги за сеанс, но помочь не смогла. После этого подозреваемый решил отомстить. Он приехал к гадалке, подкараулил ее и зарезал, после чего сбежал. А вот у Абидат Магомедовой тоже своя информация. Убийство людей, которые занимаются целительством в Дагестане совсем не редкость. Помнится еще, что неизвестный убил народного целителя в Буйнакске. Преступник вошел в дом 75-летнего Магомедрасула Курбанова, представился посетителем. В руках у него был пистолет. Мужчина выстрелил в упор несколько раз. Курбанов умер на месте. Все эти истории говорят о том, что народ постепенно впадает в какую-то новую степень невежества. Гамзат Гайдаров по этому поводу написал следующее. История с убийством соседа по причине подозрения в порче на самом деле дичайшая. И дело не в том, что убивший соседа душевно больной. В дагестанском обществе почему-то вдруг возник интерес к оккультным наукам. Тысячи людей ходят по гадалкам, знахарям, колдунам. Интерес к ним огромен. Безусловно, на это реагируют люди с пограничной психикой. Или вообще психически больные. Ну, а такой повышенный интерес я, конечно же, связываю с понижением качества образования. Я сестра душевно больной женщины, которая родилась и выросла. И 27 лет болела на моих глазах. Болела как раз шизофренией. И была агрессивна. На пике заболевания, когда еще не были правильно подобраны медикаменты, она могла кинуться на родителей с ножом. Мои родители сделали так, что сестра ни разу не представляла опасности для окружающих. Они не спускали с нее глаз. Делится своим мнением завсегдатой социальных сетей Рукият Махмудова. Но им пришлось обоим раньше срока уйти с работы. Они положили на это вдвоем всю свою жизнь. Поэтому думаю, что не все люди смогут принести свою жизнь в жертву больному родственнику. И будучи непрофессиональными психологами и психиатрами, они не могут опознать болезнь в самом ее начале. Поделился своим мнением и Тимур Исмаилов. А мне интересно, кто-нибудь наблюдал за душевно больным человеком, который совершил убийство? Ведь не может быть, чтобы у него не было лечащего врача. Кто взял на себя ответственность и отпустил домой человека, за которым должен был быть надзор? Или же у него есть опекун, который отвечает за действия этого душевно больного мужчины? Я считаю, что с этим надо разбираться. На что ответил Самир Ибрагимов. В соответствии с частью 3 статьи 1078 Гражданского кодекса Российской Федерации, если вред причинен лицом, который не могло понимать значение своих действий или руководить ими вследствие психического расстройства, обязанность возместить вред может быть возложена судом на проживающих совместно с этим лицом и его трудоспособных супруга, родителей, совершеннолетних детей, которые знали о психическом расстройстве причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании его недееспособным. Итог дискуссии резюмировал пользователь Аксакал. Человек с психическим заболеванием не в состоянии контролировать свои действия, поэтому проживание или общение с ним требует определенной подготовки и знаний. Я думаю, что люди, проживающие с человеком, совершившим это убийство, если такие имелись, также несут ответственность за то, что случилось. Они должны были сделать его безопасным для окружающих. Для этого нужно было подобрать правильные лекарства. Дагестанский тренер жестко наказывает за длинные прически своих учеников. Если вы думаете, что это видео прошло незаметно, то вы в корне не правы. Внимание на экран. Просто сделает. Я не могу, чтобы вам не помогли. Я не могу. Нет. Удивительно. Я не могу. А ты. А ты, ты тоже, не могу. Ихо там так, делай. Так не делай и он скрутается. Не убрал, это самый ужасный петель, выходит. Все, на сегодня тренка закончилась. Завтра что у нас? День ударки. По этому поводу написал завсегдатый социальных сетей Загир Исмаилов. Давайте будем честны, нет такого спорта, в котором тренер был бы нежен со своими учениками. Только жесткие требования к спортсменам позволяют добиться от них серьезных результатов. Но и потом, вы сами посмотрите, эти парни не выглядят подавленными или несчастными. Они улыбаются и принимают своего тренера без осуждения. Любой из них, кто не согласен с его методами, может направиться к выходу. У этого тренера полно желающих прийти в его зал. Эту тему продолжает Умакусум Гамзатова. А мне кажется, что с палкой он сильно переборщил. Я бы поняла, если бы он так хоть слабо ударил. Но он первого бил изо всех сил. Мне такое понять трудно. В конце концов, они же твои ученики. Это молодые люди, которые пришли к тебе, чтобы научиться у тебя жизни. Мне кажется, что с учениками надо разговаривать. Ему не нужна палка, если он в авторитете у своих учеников. Завсегдатай Амар Амаров высказался по этому поводу. Я пять лет ходил на тренировки по вольной борьбе. У моего тренера тоже была палка. Пользовался он ею. Не часто и всегда по делу. Часто спрашивал, поняли ли мы за что. Но это было не так уж больно. И цель была воспитать и научить, а не сделать больно. И, наверное, странно, идя на тренировку по единоборству, жаловаться на то, что вам бывает там больно. В конце концов, это отдельный мир со своими правилами. И пытаться понять его логику со стороны, наверное, трудно. Делится своим мнением пользовательница Наида Тажудинова. Реально другой мир, не очень мне понятный. Если есть правила относительно причесок, то вообще пускать не нужно на тренировке. А с другой стороны, к людям, в отличие от скотина, нужно обращаться со словами. Ходить с палкой перед строем в наше время это показатель внутренней культуры тренера, его интеллекта. Если ты не можешь словами объяснить ученикам свои правила, то ты плохой тренер. Молодых растить нужно. Молодых растить нужно. А не ломать. В диалог вступил юзер Асман Алеев. Я очень уважаю спорт и здоровый выбор жизни. Но эти методы дикарские. Если есть такое правило, можно было просто не пустить на тренировку того, кто отрастил волосы. Но бить вот так, это скорее его самого Ульпили без конца, теперь хочет на ком-то пар выпустить. Такое бывает, но это ненормально. Они не его ослы, чтобы так делать. Есть тренера, как отец, и не всегда берут деньги. Мой тренер деньги не брал с ребят, у кого нет отца или у кого тяжелое положение. Мой тренер на мои поездки отдал больше миллиона, и я очень ему благодарен. Мора Амирова по этому поводу написала следующее. Мне трудно понять такие методы воспитания. Не дай Аллах, конечно, вдруг сломается копчик или повредит спину. Вдруг в этот момент парень сядет и по спине с этой силой ударит. Если сделает человека инвалидом, этот тренер ответит за это? Взрослые люди должны же подумать о последствиях своего поведения. Не по дереву ведь бьет. Написал пользователь Ахмед Арсланов. Правильно делает. Мужик должен быть на мужика похож, а не на бабу с гнездом на голове. Это во-первых. А во-вторых, длинные волосы мешают как во время тренировок, так и в спарринге. Надеюсь, объяснять не надо, чем мешают. Раньше в залах могли и без волоса ставить теми же ножницами, если неохота была палку искать или если она была сломана. Так что тут на видео все нормально. Палка есть, и она не сломана. Короче, тренер сказал нельзя, значит нельзя. Кого не устраивает, выход там же, где и вход. Это тренер. Это его правило. Дисциплина должна быть всегда. В диалог вступил юзер Осман Алеев. Тренер для дагестанских ребят это особый человек. Он зачастую заменяет отца. Тренер это важная личность в формировании дагестанского парня. Есть тренеры, как отец. Они даже деньги не всегда берут. К примеру, мой тренер деньги брал только с ребят, у кого есть отец или у кого нормальное финансовое положение. А те, у кого нет отца или тяжко по деньгам, он с них денег за тренировки не брал. Лично мой тренер на моей поездке отдал почти больше миллиона. И я ему очень благодарен. В Дагестане под летящий поезд попало 150 баранов. Но виноват в этом не скот, а люди. Другие подробности этой истории вам предстоит узнать прямо сейчас. Пользователь Сулейман Абакаров по этому поводу написал следующее. Несчастный случай произошел днем 18 октября в Баба-Юртовском районе республики. Около 11.30 грузовой поезд Герминчик-Кочелай следовал мимо железнодорожного поста. В это же время через пути перегоняли большую отару мелкого рогатого скота. За животными следило двое пастухов. Но им не удалось обеспечить безопасность баранов. Около 150 парнокопытных мгновенно погибли под колесами поезда. Написала обитательница виртуальных дебрей Наида Боматова. За выпас сельскохозяйственных животных, на землях, на которых расположены леса, а также в местах, где это запрещено, предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 8.26. Кодексом административного правонарушения Российской Федерации для граждан сумма штрафа составит от 200 до 500 рублей, а для юридических лиц от 5 до 10 тысяч рублей. Аналогичный штраф предусмотрен за выпас сельскохозяйственных животных без пастуха на неогорожденных пастбищах. Поэтому вину этих пастухов доказывать не нужно. Все очевидно. Продолжил разговор на эту тему пользователь Исмаил Гамидов. Если человек работает чабаном, то наверняка знает характерные особенности поведения овец в стаде. То, что стадо моментально попадет в мясорубку, сомнений быть не может. И тот, кто доверял этим чабанам стада, наверное, объясняли им это. Но что-то пошло не так. И погибло сразу столько животных. Очень жалко их. Я когда видел ролик с места события, просто кровь в жилах стыла. В ответ на это ему пишет пользователь социальных сетей Марьям Гаджиева. Для меня очевидно, что вся вина на чабанах. У любого поезда, особенно товарного, огромный тормозной путь. И на этом участке однопутка. Значит, он должен успеть на какую-либо станцию для пропуска пассажирского поезда по графику. Увидев то, что произошло, машинист еще и задерживает поезд на переезде. Даже не знаю, зачем поезд останавливает машинист. Никакого вреда нет тормозным шлангам. Мога дальше ехать. И те, кто пишет, что этот ролик не для слабонервных, на самом деле, правда, очень жаль этих животных. Пишет Идрис Гусейнов. В данном случае ущерб составил 1 миллион 350 тысяч рублей. Это цена некомпетентности и несостоятельности чабанов. А потом, когда говорят, что это работа для тупых людей, которые не хотят учиться и развиваться, говорят неправильно. Чабаны, которые гнали отару вперед, не могли не услышать звук приближающегося поезда. Не в наушниках же они, в конце концов, гуляли. Да и вопрос в том, почему не отреагировали собаки. Ладно, бараны думали, что поезд остановится и пропустит их. А вот пастухи о чем думали? По мнению юзера Эрики Алиевой, ситуация выглядит следующим образом. А чем эти чабаны отличаются от остальных дагов, которые считают, что все должны им уступать? Так они всегда уверены, что люди их обязаны пропускать? А так, по факту, прикинь, я открою тебе тайну века. У баранов, как и у всех парнокопытных, есть мозги. И они тоже могут думать не так, как люди, но все же могут. Когда поезд приближается, бывает сигнал. Заранее. Нет разве? Нужно быстрее гнать, перегонять. Они же шустрые, барашечки, если и живые. Надо было порезать, сколько успеют, чтобы хоть мясо взять. Не пропали бы, если такое случилось. Это обсуждение дополняет юзер Руслам Муслимов. Не заметить светофоры было невозможно. Да, машины остановились, семафоры сигналят. И причем задолго. Перед каждым автомобильным переездом машинысты сигналят заранее. Для тех, кто захочет проскочить. Да и вообще, они всю дорогу гудят. Как там оказался Чабан рядом с переездом, еще предстоит установить. А переезд закрывают заранее, а не когда только приближается поезд. Любая работа – это ответственность, даже уборщик. А когда несешь за кого-то ответственность, то должен быть вдвойне внимателен. Пишет пользователь Искандер Андалаев. Может глухой Сабан был, или не успел просто среагировать. Они же тоже постоянно не могут быть с барашками. Где-то отвлекся, наверное. Я к тому, что он не специально, ибо зачем ему самому себе ущерб на миллион делать. В конце концов, в Чабаны не идут самые высокоинтеллектуальные люди. А у малообразованных граждан ошибок всегда гораздо больше. Поэтому не будем указывать пальцем на виновных. Там и так все понятно. Эту новость дополнил также пользователь под именем Гази Ибрагимов. Как все любят осуждать других. А когда доходит до самого себя, я не хотел. Чабан может и виноват, что вовремя не отогнал скот железнодорожных путей, но он не хотел такого исхода. А для товарного поезда, для торможения нужно как минимум 300 метров. Это минимум. Лишь бы взяться за телефон и заснять. Видит же, что едет поезд, но предупреди их, сделай что-нибудь. У людей сейчас в приоритете взяться за телефон и постараться первым выложить в инет. Оставьте, да, это виртуальный мир. У нас теперь везде все снимают. Особенно это бесит там, где ДТП со смертельным исходом. Ходят вокруг, снимают и сразу в инет. А просто подойти помочь или что-то вроде этого, нет, нельзя. Это опасно. Вот такие дела. Вечер субботы 21 октября в Агудабе было по-настоящему жарко. Там состоялся очередной турнир UFC, в котором выступили сразу шестеро дагестанских бойцов. Пятеро из которых одержали уверенные победы над непростыми соперниками. Внимание на экран. Пользователь Шамиль Рамазанов по этому поводу написал следующее. В предварительном карте мы увидели выступление Шарабудина Магомедова, он же Шарабулет, и Мухаммеда Макаева, представляющего Великобританию. Шарабулет проводил в субботу дебютный бой в UFC, а его соперником выступил бразилец Бруно Сильва. И надо сказать, что этот поединок для дагестанского бойца получился весьма непростым. Эту новость дополнил Салех Самедов. Первые полтора раунда прошли в стойке, где Магомедов успешно атаковал ногами по разным частям тела оппонента. А Сильва, в свою очередь, временами опасно атаковал руками. С середины второго раунда, когда у Сильвы стали проходить тейкдауны, бразильцу удавалось долго удерживать Шарабудина в партере. Но даже лежа на спине, Магомедов больше атаковал и наносил ощутимый ущерб сопернику ударами локтей, рук и ног. Бой в итоге дошел до официального гонга, после которого все судьи отдали победу Магомедову за счетом 30-27. Пишет пользователь Умар Хабибов. Стартовый раунд прошел в конкурентной борьбе, где явного преимущества никто не имел. Но концовку раунда все же забрал Макаев. Второй раунд в большей части прошел в борьбе, где контроль сохранял за собой Макаев. Но Эллиот имел эпизодические успехи, когда пытался провести удушающий прием. Однако в ответ он получил эффективный слэм, который весьма понравился публике. Написал пользователь Гусейн Магомедов. Ну а в третьем раунде Эллиот неоднократно пытался победить удушающим приемом, но в итоге сам попался на ручной треугольник, потерпел тем самым досрочное поражение. Для Макаева эта победа стала 11-й в карьере и 5-й под эгидой UFC. С точки зрения юзера Гамида Идрисова, эффектно одержал победу в своем бою основного карда Саид Нурмагомедов, завершив его удушающим приемом в первом раунде. Таджикский боец Муин Гафуров сразу же попытался пойти вперед и провести тейкдаун, но в ответ получил от Нурмагомедова удушающий прием гильотину, который заставил его сдаться. Быстро разобрался со своим соперником и Икрам Алискеров, победивший в первом раунде бразильца Уорли Аовиса. Своим мнением по этому поводу поделился и Альбек Гасанов. Алискеров не стал откладывать дело в долгий ящик и сразу же принялся оказывать тотальный прессинг на своего соперника и в одном из моментов поразил голову Альбеса мощнейшим ударом колена, а затем без проблем добил соперника, пока его не остановил судья. Следующим наступила пара выходить в октагон Магомеду Анкалаеву, которому противостоял бразилец Джонни Уокер. Завсегдатой социальных сетей Руслан Батыров написал следующее. В начале первого раунда Анкалаев потряс соперника ударом в корпус, после чего бойцы перешли в клинч. Магомед по неосторожности нанес оппоненту запрещенный удар, когда тот стоял на колене. После этого рефери остановил бой и пригласил в октагон доктора. После осмотра доктор объявил рефери, что продолжать бой нельзя, а тот, в свою очередь, объявил поединок несостоявшимся, даже несмотря на то, что оба бойца выразили желание продолжить поединок. Остался стороной от дискуссии и Исмаил Халилов. И, наконец, в главном бою вечера в октагон вышли чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев и обладатель пояса организации в полу-легком весе Александр Волкановский. Поначалу оба бойца не уступали друг другу ни в стойке, ни в клинче, а в середине раунда Исламу удалось нанести точный удар ногой в голову сопернику, после которого Волкановский оказался на полу и после добивающей серии от Махачева рефери остановил поединок. Написал Марат Расулов. «У меня отличная команда, мы отрабатывали эту связку в раздевалке. Тренеры всегда заставляли меня работать на пределе. Я пробил несколько лоу-киков, бил в корпус, затем кинул хай-кик. Таков был план. Мы тренировали это последние несколько месяцев для Оливейры и ничего не изменилось при подготовке к Волкановске. Вот почему сегодня я одержал такую победу. Ведь я говорил вам, здесь не Австралия, это мой второй дом. «Всем спасибо, кто за меня болеет дома. И в России, Палестина, сектор газа, мы с вами», — сказал Ислам. Ну а теперь, по традиции нашей программы, забавное видео. у меня получилось. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok